Протезы, скульптуры, мебель, распечатанными на 3D-принтере изделиями, сегодня, пожалуй, мало кого можно удивить, чего не скажешь о печатании домов. Сколько времени может уйти на такое здание и сколько стоит чудо-техника? Ответ на вопросы попыталась найти наш корреспондент Айсаулей Байгазина. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Теперь детский стишок уже не фантастика. Так выглядит домик под названием Гайя, построенный в 2018-м. Вполне обычный, на первый взгляд, он уникален тем, что построен благодаря 3D-крану из почвосмеси. Это один из первых в мире подобных объектов. Пустоту внутри стены заполнили рисовой шелухой для термоизоляции. Наружная поверхность намеренно сделана так, для естественной вентиляции. В качестве материалов использовали почву, добытую на участке, а также солому, рисовую шелуху и известь. Простоять такое жилье при регулярном уходе может десятки лет. Затронув детали строительства, стоит озвучить и некоторые цифры. Так, общая площадь этого объекта составляет 20 квадратных метров. Толщина стены 40 сантиметров. Стоимость материалов, предназначенной именно для этой стены, составляет 900 евро. В тенге это менее 450 тысяч. Предполагается, что подобный объект можно построить или в данном случае напечатать и в Казахстане. Но пока это теоретически. Потенциально можно построить подобный дом и в вашей стране. Мы не только создаем оборудование, но и работаем над дизайном здания. Благодаря нашим технологиям можно построить жилые объекты по всему миру, используя при этом разные материалы. Эксперт пояснил, что Гайя – это выставочный вариант. Его назначение – показать, что технологии уже способны воплотить в реальность подобные здания. К слову, на данный момент всего их шесть. Все они находятся в относительно теплых странах. В Италии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах. Поступали ли заказы на машину из Казахстана, инженер ответит – затруднился. Цена строительного принтера варьируется от 100 до 200 тысяч евро. Предприятие выпускает 3D-принтеры еще и для энергетики, пищевой промышленности и медицины. Как однажды отметил американский аниматор Джон Лассеттер, искусство бросает вызов технологиям, а технологии вдохновляет искусство. Айсаулия Байгазина, Томикен Бизнес, Масса Ломбардо, Италия.